Да ты каждый год говоришь, что рынок обвалится, он продолжает расти. Это будет восхитительный проект, тот, который нам обещают. К сожалению, к нам иногда обращались клиенты, которые уже обожглись на таких квартирах или апартаментах. Кать, а как связан подорожание и рост цен с новшествами в строительных технологиях? Всем привет, с вами Катя и агентство элитной недвижимости Whiteville. Сегодня мы поговорим, что же будет на рынке в 2022 году, когда рынок недвижимости обвалится. Скажу вам честно, если вы мечтаете о спаде на рынке элитной недвижимости в Москве, этого не будет. Как раз о тех причинах, почему этого никогда не произойдет, мы поговорим в этом видео. Смотрите до конца. Важно отметить, в этом ролике мы будем говорить именно об элитной недвижимости в Москве. Не о бизнес-классе, не о комфорт-плюсе. Именно элитная недвижимость, она очень эксклюзивна. Таких проектов за последний год вышло не больше 6-7. Именно это будет нашей первой причиной, почему элитная недвижимость никогда не подешевеет. Таких проектов крайне мало. Рынок элитной недвижимости, он ограничен. Рыночную экономику никто не отменял. Это достаточно логично. В центре Москвы мы ограничены садовым кольцом и точечно локациями в рамках ТТК. Соответственно, таких проектов будет всегда мало. А спрос на такие проекты будет всегда, потому что проекты в центре Москвы интересны всем. И жителям регионов, и даже иностранцам. Если говорить про 2021 год, стоимость квадратного метра в элитном сегменте в среднем выросла на 30%. Точечно некоторые проекты подорожали в два раза. Тем не менее, спрос на такие локации, он не уменьшился. А количество объектов продолжает сокращаться. Если мы берем 2020, 2021 год и 2022 год, то в 2022 нас ожидает не так много новых проектов в элитном сегменте на старте. Соответственно, такие варианты будут тоже интересны под инвестицию. И ценник не будет падать на такие варианты. Еще один аргумент в пользу подорожания элитной недвижимости Москвы в 2022 году, это несомненно, качество строительства. За редким исключением, то, что было построено 2, 3, 4, 5, даже 10 лет назад, не всегда актуально. Мир поменялся, запросы клиентов поменялись. Сейчас недостаточно построить обычный дом в премиальной локации. Если мы говорим о премиальной недвижимости в 2021, 2022, 2023 году, то это должен быть интересный проект с определенной инфраструктурой. Это красивые входные группы, это очень нейтральные классические тона, которые будут актуальны всегда. Это современный подземный паркинг, это очистка воды до уровня питьевой, это очистка воздуха, как в больнице. Существует столько современных технологий, которые просто обязаны застройщики использовать в новом строительстве. Кать, а как связан подорожание и рост цен с новшествами в строительных технологиях? В элитном сегменте большую долю затрат на строительство занимают иностранные материалы, технологии. Все это тоже продолжает дорожать, так же, как и недвижимость. Поэтому дорогая элитная недвижимость, она не может дешево стоить и будет продолжать расти дальше. Так же, как будут продолжать дорожать эксклюзивные материалы, такие как мрамор, дерево, металл. Мы все это видим, что рынок не стоит на месте. Еще одним аргументом в пользу подорожания стоимости элитной недвижимости в Москве является дополнительной гарантией, которую дает наше законодательство. Это искрол-счета с ДДУ. С появлением искрол-счетов у будущих покупателей теперь есть гарантия, что их комплекс достроится. Это будут те материалы, которые указаны в договоре. Это будет та концепция, это будет та квартира или апартамент. Это будет тот вид, это будет тот формат, который они хотели. Таким образом, недвижимость стали покупать на старте. И в конечном счете мы получаем более качественные, дорогие и интересные проекты, которые всегда будут востребованы. 5, 7, 10 лет назад очень часто за счет отсутствия дополнительного финансирования, в том числе с помощью банковского сектора, не все застройщики могли похвастаться хорошим качеством. Здесь мы еще добавляем новые технологии. Таким образом, это все дает нам поток клиентов, которые не боятся покупать недвижимость. Возрастает спрос, а предложение, к сожалению, до сих пор ограничено. Мы уже отмечали, что все стремятся купить недвижимость в Москве, все регионы. Здесь важно понимать, какой бы ни был кризис, в элитном сегменте он не настолько ощущается. Как правило, это не единственная недвижимость в семье. Это не последние деньги. Зачастую это трофейная недвижимость. Или просто это красивый проект, и люди всю жизнь мечтали жить рядом с ЦУМом или у Кремля. Такие объекты, они всегда будут востребованы. Даже если у нас карантин, кризис, неважно. Это не последние деньги. Кто-то богатеет, кто-то беднеет. Всегда будет спрос на такие эксклюзивные, интересные проекты. Однако, все, что я сказала ранее, может не сработать, если вы купили даже качественный, восхитительный дом в премиальной локации, но по завышенной цене. В сегменте элитном и делюкс такое очень часто встречается на вторичном рынке, особенно в домах, которым 5-7 лет, где мы не видим предложения от застройщика, видим только разные этажи от собственников-инвесторов. Здесь может быть такая ситуация. Квартира на седьмом этаже стоит 200 миллионов, на восьмом этаже стоит 250. Сильно эти варианты не будут отличаться. Это даже может быть бетон или максимум немножко разный угол дома. Таким образом, покупая за 200 миллионов, клиент может быть уверен, что он совершил выгодную покупку. Но реальная цена такой недвижимости вполне может быть 150 миллионов. Нельзя ориентироваться только на предложения по рынку, выше-ниже. Иногда рынок просто переоценен. Что же делать в таком случае? Здесь без экспертного мнения вам не обойтись. Очень важно, чтобы профессионал оценил рынок, дал вам всю картину, рассказал, что будет построено, почему эта квартира или апартамент стоит своих денег, а за другую вы переплачиваете 20, 30 и 40% только потому, что вы влюблены в эту локацию или в этот конкретный жилой комплекс. Не вся недвижимость на стадии строительства будет дорожать. К сожалению, бывают проекты, скажем так, в спорных локациях или переоцененные по качеству. И здесь очень важно сделать правильный выбор. Не купить квартиру или апартамент только потому, что застройщик вам обещает скидку 15 или 20%. Вполне может быть, что через полгода эта квартира будет стоить еще дешевле. Я помню случай, когда к нам обратилась клиентка, которая купила квартиру в долине реки Сетунь за 56 миллионов рублей. Она хотела продать свой объект, заработать и вложить в другую недвижимость. Мы взяли квартиру в реализацию, но оказалось, что последние квартиры у застройщика продавались не очень. Но такая же квартира этажом ниже у застройщика в конце строительства стоила на 2 миллиона дешевле. Соответственно, нам было сложно продать недвижимость по той цене. В итоге клиентка ушла в ноль, купила с нами интересный объект и сейчас довольна. Но здесь очень важен профессионал, который вам даст полную картину рынка, защитит вас от рисков и не будет связан ни с каким их застройщиков определенными обязательствами. Здесь очень важна объективность и доверие. В нашей компании Whiteville мы делаем все возможное, чтобы вы купили именно то, что вы хотите. У нас нет цели продать конкретный объект или конкретного застройщика. В нашем портфеле более 150 проектов. Мы сможем вам подобрать именно тот проект, где вы и заработаете и сможете выйти из проекта, не потеряв свои сбережения. Возвращаясь к теме нашего видео, когда подешевеет недвижимость в Москве, элитная недвижимость не подешевеет никогда. Ценник всегда будет расти. Но здесь важно покупать с умом и точно анализировать рынок. Если вы знаете случаи, когда клиенты уходили в ноль или даже теряли свои сбережения, пишите в комментариях. Нам и всему нашему сообществу будет интересно услышать про такие кейсы. И, конечно, подписывайтесь, чтобы держать руку на пульсе рынка элитной недвижимости Москвы. С вами была Катя и агентство элитной недвижимости Whiteville. До встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok